Больше 12 миллионов тонн зерна собрали в 2019-м в Ростовской области. Это на 900 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Положительный результат также в урожае подсолнечника и овощей. В очередной раз агропромышленный комплект Ростовского области доказал, что он высокоразвитый, высокотехнологичный, покоряет новые высоты и не надеется только на погоду. За счет роста производительности труда, обновления техники, своевременной уборки урожая. Сегодня урожай уже в закромах, значит мы уже его собрали и это очевидный результат. Итоги урожайного сезона подвели на праздники в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Медалями за доблестный труд на благо Донского края и почетными грамотами губернатора Ростовской области награждены около 20 работников агропромышленного комплекса. Александр Леонидович 1973 года работает в отрасли выращивания прудовой рыбы. Сейчас под его управлением одно из крупнейших рыболовных хозяйств России – Ассоциация «Большая рыба». По сути это крупнейшее рыбоводное хозяйство России с объемом производства около 4000 тонн товарной рыбы и плюс еще почти 500 тонн очень хорошего посадочного материала, ну и почти 150 миллионов очень хорошей личинки. В прошлом году Ростовская область стала лидером в стране по агроэкспорту. За рубеж поставлено сельхозпродукции на свыше 5 миллиардов долларов. К 2024 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» поставки продукции АПК предстоит увеличить до 7 миллиардов долларов. На Дону стартовал конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования. Форма непосредственного участия жителей в решении вопросов муниципального значения закреплена областным законом и постановлением правительства региона. На первом этапе жители на собраниях выбирают проекты, направленные на решение волнующих их проблем. Данные инициативы, оформленные в виде проектов инициативного бюджетирования, рассматриваются муниципальными конкурсными комиссиями. Прошедшие муниципальный отбор проекты направляются для рассмотрения в правительство Ростовской области. Заявки на участие в областном отборе будут приниматься с 1 ноября по 25 декабря текущего года. У нас практически такая уникальная ситуация. У нас один из четырех субъектов Российской Федерации, где принят закон. И значит, эта вся история, этот проект, он не одноразовый, а он ежегодный. И по сути, люди, которые подготовили заявку, но оказались за пределами этого финансирования, глядя на свои баллы, смогут прекрасно понять, почему этот проект, собственно, пока на финансирование не попал. И откорректировать свою документацию к следующему конкурсу. Критерии оценки проектов – актуальность, социальная значимость, нефинансовое и финансовое участие жителей в его реализации. Так, софинансирование в первый год должно составлять не менее 1%, во второй и последующие – от 5%. Рейтинг проектов планируется подготовить к 31 января 2020 года. Всего в первый год действия программы в регионе смогут поддержать порядка в 150 инициатив, выделив на их реализацию 272 миллиона рублей. Они работают на границе. Профессиональный праздник 25 октября отмечают таможенники России. И по традиции в этот день ведомство подводит предварительные итоги года. Южное таможенное управление – не исключение. За 9 месяцев в Южном таможенном управлении перечислено 119 миллиардов рублей. И это 102% от установленного планового задания и на 13,5 миллиардов рублей больше, чем было в 2018 году. Кстати, на сегодня уже 127 миллиардов рублей перечислено в федеральный бюджет. Говоря о других достижениях, наверное, я бы все-таки выделил ту работу, которая проводится по дальнейшему внедрению перспективных таможенных информационных технологий. Не озвучивая большие цифры, скажу просто, что для участников ВЭД, которые характеризуются низким уровнем риска, у нас каждая третья экспортная, каждая четвертая импортная декларация выпущена в автоматическом режиме. Всего 58 тысяч деклараций оформил центр. Особое значение при этом имеет технология удаленного выпуска. Это позволяет сократить временные затраты на совершение таможенных операций и, соответственно, значительно уменьшить сроки выпуска. И несколько слов по правоохранительной деятельности. Возбуждено 153 уголовных дела, более 10,5 тысяч дел АБП. При этом сумма доначисленных по результатам оперативной деятельности платежей превысило 860 миллионов рублей против 500 миллионов в 2018 году. За 9 месяцев кинологическим подразделениям таможен региона при проведении таможенного контроля оперативно-розыскных мероприятий, а также совместных мероприятий с иными правоохранительными органами удалось изъять более 50 килограмм наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. 20 единиц оружия, 209 единиц боеприпасов и патронов, более полутора килограммов взрывчатых веществ. Также выявлено 72 тысячи единиц контрафактной продукции и возбуждено 76 дел об административных правонарушениях. Усиляется контроль на направлении международных почтовых отправлений. Здесь мы активно применяем цифровой рентген-комплекс «Игла», который позволяет досматривать мандероли и посылки. В ближайших планах управления – создание Южной электронной таможни. Она заработает уже во второй половине 2020 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова